Дислокация и нелинейные эффекты У нас имеется кусок упругого тела, который мы разрезали каким-то образом Край разреза это то место, в котором будет находиться наша дислокация А с этими краями разреза мы поступили следующим образом Мы взяли тот край, который находится при большем угле обхода Соответствующий положительному обходу вокруг вот этого края дислокации Край разреза То есть в данном случае мы взяли верхний край разреза Мы могли бы провести этот разрез сверху, сбоку, с другой стороны Но в любом случае мы всегда берем тот, который соответствует большим углам То есть от него будем начинать обход И этот край куда-то сместили Относительно его исходного положения до разреза Сместили на вектор B Значит, этот вектор будет иметь две компоненты Значит, одна компонента в направлении разреза Тау это единичный вектор вдоль разреза И вектор нормальный к этому разрезу То есть любой вектор B произвольный Можем разделить на две такие компоненты Продольную и поперечную Значит, сместили После чего, если там образовалась какая-то щель Мы ее заполнили тем же самым веществом И склеили Сказали, что так и было Значит, поскольку мы край этого разреза склеили То та сила, которую мы туда прикладывали Для того, чтобы сместить один край относительно другого Значит, превратилась во внутренние напряжения О которых мы говорили на прошлой лекции То есть, значит, все напряжения распределились Вокруг этого разреза Вокруг края разреза И стало совершенно все равно С какой стороны мы исходно разрезали Проводили этот разрез сверху, сбоку Или как-то иначе То есть, произошло выравнивание По углу φ Вокруг края разреза Получилось ДПД φ равное нулю Прекрасно Значит, если мы можем Охарактеризовать Каждую дислокацию своим собственным вектором b То нам надо понять Дальше Вот Это мы в каком-то маленьком кусочке Где край этого разреза прямой Охарактеризовали дислокацию величиной вектора b Который называется вектором бюргерса После того, как мы разрез ликвидировали Заклеили То все, что осталось Это вот этот вот край Вокруг которого сосредоточены Внутренние напряжения в теле И вот этот вектор бюргерса b Который характеризует эти как раз Деформации, которые там есть А следовательно и напряжения Если мы учтем упругие свойства тела Как связаны деформации с напряжениями Это мы еще будем немножко позже говорить Но так или иначе Значит, вот Каждую дислокацию характеризует Собственно, направление Ее направление Вот этот вектор tau Ну, положение, конечно Этой линии И вектор бюргерса Теперь Значит, что Ну, всю плоскость мы заклеили И после этого, значит, сказали Что отождествили верхнюю и нижнюю часть Вот что, значит, заклеили Поэтому, значит Все напряжения, которые тут были Они превратились В напряжение однородное По φ Вокруг этого конца Края разреза Ну, я когда говорил про внутренние напряжения Говорил, что Уравнение равновесия устроено таким образом Что тензор плотности потока импульса Непрерывен, да То есть он должен замыкать Вот линии этого тензора потока импульса Должны замыкаться Ну, если я просто разрезал Сместил и держу То получается, что я Вот эти вот линии Потока импульса С верхней стороны Они у меня замыкаются И доходят до До внутренней А там вот При этом на каждую из сторон Действует какая-то сила А теперь Причем эти силы, очевидно Противоположно направлены Равны и противоположно направлены Если я не хочу Чтобы весь кусок у меня Сдвигался Правильно? То есть я Один относительно другого Один слой Относительно другого Движу Подвигаю Вот А поскольку Они равны и противоположно направлены Когда я ее Заклею То этот поток импульса Как раз Превратится в замкнутый контур И все будет вот так вот Просто по кругу Вокруг этого Края разреза Двигаться Поэтому и получается ДПДФИ равно нулю Несмотря на то, что Смещение будет Зависящим от ФИ Но все деформации Тензор Компоненты тензора Деформации от ФИ Зависеть не будут Вот Значит Важным вопросом Является следующий Вот смотрите Значит Если я посмотрю Вот у меня Эта линия Дислокации Будет перпендикулярна доске Первый вариант Я вот скажем Провел разрез Что-то туда вставил Это означает Что Вектор Бюргерса У меня был направлен Вот так Да И заклеил Значит Получил То есть Я Вставил туда Слой Плоский Который В результате Заклеивания Привел к тому Что у меня Вот здесь Вокруг этой Границы Накопились напряжения А слой Это одинаковый Да Он одинаковой толщины По радиусу Потому что Вектор Б У меня должен быть Один Если И не зависящий от радиуса Это просто Константа Постоянный вектор Да Поэтому Значит В каждом Слое Я вот так Вот смещаю На Б Причем Я смещаю Именно вот эту Левую границу Да Потому что У меня Угол Вот так Вот отсчитывается Прекрасно Значит А второй Рядом Точно такой же Я сделал так Вот Провел разрез До центра И Верхнюю Сторону Сместил На Б То есть Получилась Вот такая Вот у меня И заклеил Это тоже Вектор Б Того же Самого Направления Той же Самой Величины Я могу Его сделать Но Так сказать С первого Взгляда Непонятно Эквивалентны Вот эти Два Значит Варианта Создания Дислокации Или нет То есть Вот я Сказал Сначала Что Линия И вектор Однозначно Характеризуют Дислокацию Вот этот Пример Заставляет Сомневаться В этом Вопросе Ну действительно Линия Значит Параллельная То есть Можно их Это же Действить Как бы Это одно и то же Вектор Б Вроде как Один и тот же Спрашивается А вот Дислокация Которая получилась Она В результате Будет Одна и та же Или нет Значит Оказывается Что Да Что И в этом Случай И в этом Значит Результат Одинаков По Тензору Значит Деформации Которые И по Тензору Вот этого Потока Импульса Который В результате Получается Более того Значит Вектор Б Можно Записать Как минус Интеграл Ду Где Ду Это Вот этот У Это Вектор Смещения Относительно Невозмущенного Состояния То есть У Это Радиус Вектор Данной Точки Минус Начальное Положение Этой Точки Вот Значит Если я Беру И интегрирую Смещение По Замкнутому Контуру Охватывающему Причем По Любому Замкнутому Контуру Охватывающему Дислокацию То Я Получу Вектор Минус Б Значит И Он Будет Одинаков Что В этом Случай Что В этом Но Действительно Давайте Вот Здесь Попробуем Посмотреть Что Получится Значит У У Здесь Смещается По Фи Да У Фи Очевидным Образом Пропорционально Б Значит При Фи Равном Нулю То Есть Вот На Этой Стенке У У Нас Величина Смещения Равна Б А Когда Я Дойду До Сюда До Другой Стороны Разреза Величина Смещения Станет Равной Нулю Потому Что Это Смещение Я Отсюда И отсчитываю Так Значит Здесь Я должен Написать 2Пи Минус Фи Значит Линейно Зависит От Фи Потому Что Я Сказал Что Все Должно Распределиться Таким Образом Чтобы Напряжение От Фи Потом Не Зависели Ну И Поделить На 2Пи Значит Получится Вот Такая Вот Величина Ну Б Фи Это Фи Тая Компонента Б Она Просто Равна Модулю Б Значит Отсюда Можно Найти Тензор Деформаций И Выглядеть Он Будет Так Уфи Фи Равен Ду Фи В Дфи Будет Равняться Минус Б Фи Поделить На 2Пи Тензор Ну Ну Так Ну Ж И Здесь Вот Значит Если Я хочу Найти Б Б Я Я Я Должен Написать Уфи Значит, вот здесь, казалось бы, все несколько по-другому. У нас смещение здесь по радиусу, везде оно смещение по радиусу. Ур будет равняться Бр на 2Пи минус Фи поделить на 2Пи. Значит, и смотрите, здесь у нас вроде как фитое компоненте Б, здесь вроде как ртое компоненте Б. И что? И, значит, ну точно так же можно взять и написать, да? Битое получится равное Бр. И тоже ничему не противоречит. Но беда в том, что здесь Бфитое направлено в ту же сторону, что здесь Бртое. Правильно? Поэтому, значит, и все это, результат получается такой же. То есть, вот если я возьму вот эту картинку и смещу ее на Бр в сторону, значит, вот сюда, так, то получится, что у меня вся деформация опять по Фи. То есть, вся разница заключается в том, что у нас чуть-чуть смещается вот эта и эта картина, отличается тем, что чуть-чуть смещается ось в направлении Б. Здесь все симметрично и ось не смещается, а здесь чуть-чуть смещается в направлении Б. То есть, полной эквивалентности нет, но, значит, с точностью до смещения самой оси все одно и то же. Так. Ну, вот эту вот запись я пока оставлю, она мне еще пригодится. И пойдем дальше. Как я уже сказал, значит, вот важным является вот это вот утверждение, что Б, ну, можно считать это и определением, да, что Б это минус интеграл ДУ, ну, или БИТ, минус интеграл ДУИТ, равняется минус интеграл ДУИТ по ДХКТ на ДХКТ. При этом, значит, вот там, если вы заметили, я интегрировал от нуля до двух Пи. Причем 0 у меня почему-то был вот здесь, а 2Пи почему-то было вот здесь. И куда делся этот зазор, совершенно непонятно, да? А делся он вот куда. Дело в том, что вот этот интеграл, вот здесь, и в определении, берется по контуру, проведенному, значит, в состоянии R0. То есть все зависимости, вот эти вот ХКТ, это лагранжево-переменные. По лагранжевым координатам, которые соответствуют вот этому вектору R0. Хотя нолик там и не написан. Также и вот этот контур, он берется по недеформированному состоянию. А в недеформированном состоянии у меня вот это и вот этот край разреза, значит, тождественное, потому что я еще не разрезал. Да, так же и здесь. Значит, это вот по R0 напишем, да? В знак того, что это по недеформированному состоянию. Поэтому вот в таком, в разрезанном состоянии, этот контур уже может быть не замкнут. Тем не менее, значит, вот если брать по недеформированному, то там все замкнуто. Так, замечательно, дальше идем. Вот этот замкнутый контур в лагранжевых переменах. Значит, интеграл по контуру ADL, ну или АИТ, ДХИТ можно превратить в интеграл по поверхности, натянутый на этот контур от ротора А на ДС. Значит, вот в этой записи у нас ДЛ это ДХКТ, а вектор А это вот этот вот, значит, часть вот этого тензора в направлении ХКТ. Значит, применяем эту теорему, получаем минус интеграл. Е, значит, мне нужно использовать, ну вот, вектор ДС ЖТ пусть будет, тогда начинается все Е, Ж, Л, так, вектор А у меня имеет направление К, Е, Л, К, значит, Д, ВД, Х, Л, я пишу выражение для ротора по-компонентной, которое вы предположительно знаете, и, значит, вот этот вектор ДУИТ по ДХКТ на ДСЖТ. Теперь смотрите, вот этот вот это производная должна быть симметрична по К, Л, правильно, потому что если вот этот вот векторное поле УИТ является непрерывным по координатам, то я могу переставлять производное и, значит, следовательно, значит, эта комбинация является симметричной по К, Л, если можно переставлять производные. А вот этот тензор Ж, Л, К, наоборот, является антисимметричным. свертка симметричного и антисимметричного тензора должна давать ноль. Значит, получается, что то, что тут стоит, в принципе, должно быть равно нулю, и у меня получится, чтобы ИТ равно нулю. Но, значит, для того, чтобы вот это все было симметрично, нужно, чтобы УИТ было непрерывно. А оно является непрерывным везде, после того, как я заклеил, за исключением вот этой вот самой оси разреза, край разреза. Значит, получается, что это все должно равняться в сумме по особым точкам. Что это за особые точки? Значит, вот этот интеграл, это интеграл по поверхности, натянутый на контур. То есть, вот идет где-то наша дислокация. Значит, контур, который ее охватывает, и поверхность. На этот контур натянутая. Проверхность, заметим, произвольная. Значит, на этой поверхности должна быть точка, через которую проходит эта дислокация. Значит, что значит, вот этот вектор В определяется поведением подинтегральной функции вблизи особой точки. Точке пересечения оси дислокации с поверхностью, по которой я интегрирую. Значит, почему я написал сумма по особым точкам? Потому что, в принципе, и теоретически дислокация может ветвиться. Вот. поэтому придется просуммировать. кроме того, может произойти так, что вот здесь какая-то другая дислокация вошла и вышла. Ну, так вот, при входе и при выходе сумма будет давать ноль, и поэтому в наш интеграл результат будет давать нулевой вклад. То есть, вот от посторонней дислокации будет давать нулевой вклад. Значит, при этом поверхность произвольная. То есть, я ее могу в эту сторону выпить, в эту сторону выпить и будет пересекаться в разных совершенно точках. Однако, интеграл будет всегда один и тот же и будет равен вот этому БИТому. Следовательно, вектор Бюргерса постоянен вдоль дислокации. Ну, а с учетом возможностей ветвления, да, то, значит, как бы сумма по всем ветвям должна быть константой. Значит, из этого также следует, что дислокация не может просто так взять и кончиться. Это может произойти только в том случае, если у нее вектор Бюргерса равен нулю, тогда это вовсе не дислокация. Представим себе, что вот эта линия где-то здесь взяла и кончилась. Тогда я могу взять и сделать вот такую вот поверхность и по этой поверхности у меня интеграл будет равен нулю, а следовательно интеграл по этому контуру тоже равен нулю, а следовательно это никакая не дислокация. Но это утверждение, что дислокации нигде не кончаются, следуют также из вот этого метода, как мы их рисовали. Почему? Значит, вот этот разрез, если у нас есть ограниченный кусок вещества, то разрез обязательно должен проходить через внешнюю поверхность этого вещества, следовательно, вот этот край разреза обязательно выходит на поверхность. внутри вещества дислокация не кончается. Независимо от того, она там кривая какая-то еще, но при этом возможны случаи, когда дислокация замкнутая. Точно так же, как и с вихрями дело происходило. Вот у нас циркуляция вокруг тонкого вихря была константой. Значит, здесь роль циркуляции вокруг дислокации играет вектор Бюргерса. Вот точно так же, значит, как и с циркуляцией вокруг вихря, значит, вихрь у нас обязательно должен был быть замкнутый. Так же и дислокация либо замкнутая, либо кончается на поверхности. Но в отличие от завихренности, вот этот вектор В, он не соответствует завихренности, потому что значит, вектор завихренности, он там был направлен у нас вдоль вихря всегда, вдоль тонкого вихря, и если вихрь поворачивал его ось, то и вектор завихренности тоже поворачивался. А здесь у нас в каждой точке, в любой точке этой дислокации вектор Бюргерса будет одинаковый. Ну, значит, мы сказали, что дислокации могут начинаться и кончаться на поверхности, они могут быть замкнуты, но внутри начинаться и кончаться не могут, даже ветвиться могут. Так, теперь еще одно название, два названия, которые имеют отношение вот к той формуле, которая наверху написана, о том, что Б равняется Б продольное Тау плюс Бн. Вот здесь я все примеры рисовал таким образом, что вектор Бюргерса был ортогонален вот эти два рисунка, ортогонален к оси, то есть соответствовал Б продольной равной нулю. Значит, такие дислокации называются краевыми. почему так называется? потому что это край какой-то вставки. Вот там видите, раздвинул края, вставил туда какую-то плоскость такую материальную, запаял. то есть это край вот этой плоскости, которая туда вставлена. Но бывают случаи, когда наоборот Бн равно нулю. такая дислокация называется винтовая. Значит, я ее тоже рисовал. Как это происходит? Значит, вот был какой-то слой вещества такой. Я провел разрез. и один край этого слоя сместил на вектор Б. Вниз. Значит, получилось вот что. Получилось, что когда я иду вокруг, обхожу вокруг оси, я как будто поднимаюсь по винтовой лестнице. вот здесь она у меня ниже этот край, потому что я его опустил. Значит, поднялся на слой на Пи, значит, по углу перешел и поднялся на 2 Пи. Вот, значит, если я дальше начну с этого уровня, снова обойду, я кончу еще выше, тоже на вектор Б. Понятно, да? Так, значит, да. То есть, вот, деформация послойная похожа на винтовую лестницу, поэтому, значит, это называется винтовая дислокация. Еще, что можно сказать про вектор Бюргерса. Значит, в кристаллах Б квантуется. Но, дело в том, что, значит, вот если кристалл, то там есть какая-то решетка и расстояние между атомами, значит, оно пропорционально периоду этой решетки. Вот, если я решетку нарисую каким-то образом, мне надо побольше этих, то-то была не деформированная решетка, потом я взял и вставил сюда дополнительную, дополнительные атомы. вот эти два. Вот здесь у меня как бы край разреза, то есть это вот та модель, с которой я начинал, значит, сделал разрез, вставил сюда два атома. Вот, но на самом деле я туда вставил целую кристаллографическую плоскость, да, вот если я так сделал, вставил туда целый слой атомов, ну получилось, что у меня B как раз равно смещению на величину расстояния между атомами, да, для того, чтобы его вставить, я должен был вот эту вот, значит, часть сдвинуть на расстояние, да, и на его место поставить новые дополнительные атомы. Значит, поэтому, значит, B значит, равняется, значит, D умножить на какой-то K, где K целое число, а D это расстояние между атомами. Вот, понятно, да, то есть, и, как правило, если мы говорим о металлах, то типичное смещение для дислокации, они, значит, либо одна, либо две, там, вот, небольшое количество смещений на расстоянии между атомами, то есть, дислокации реально величины микроскопические, ну, то есть, это микроскопические объекты, но дело в том, что влияние дислокации на окружающие, значит, гораздо больше, чем сам вот этот межатомный размер, потому что, значит, деформация и напряжение спадают от оси, как единица на r, да, а единица на r, как вы знаете, имеет длинный длинный хвост, это не экспоненциальное спадание, а спадание степенное, и если мы, скажем, там, хотим это проинтегрировать по r, то получится логарифм, который вообще, так сказать, бесконечный, поэтому, значит, вот это вот спадание единицы на r, оно хоть и спадание, но все-таки это означает, что так же, как вот с вихрями, там тоже была зависимость единицы на r, да, и приводила она к тому, что линейные тонкие вихри начинали друг с другом взаимодействовать, получались какие-то кольца вихревые, которые куда-то двигались и так далее, точно так же и с дислокациями, значит, если рассмотреть вот эти вот хвосты деформаций, которые идут из-за того, что я вставил сюда эту лишнюю поверхность, вот они могут взаимодействовать между собой и, значит, с другими деформациями, и это приводит к движению таких, таких, значит, дислокаций внутри кристаллов, ну, а также внутри изотропных упругих сред, значит, тут вот я впервые произнос слово движение, значит, если у нас все атомы закреплены в этой кристаллической решетке и никто никуда перескакивать вообще не может, то тогда и дислокация жестко стоит на месте, то есть, если я взял среду с дислокациями и поместил ее, значит, к абсолютному нулю, свел температуру, вот, то можно быть уверенным, что никакие дислокации никуда не движутся. однако, значит, если температура не ноль, то всегда имеется какая-то диффузия и перескок атомов из одного положения в соседние, значит, в соседние потенциальные ямки. И оказывается, что, значит, вот, скажем, для такой, такого типа дислокации перескок между некоторыми положениями очень легкий, не требует большой активационной энергии для того, чтобы он произошел. Дело вот в чем, что вот вокруг этого вот крестиком у меня ось дислокации обозначена, что если я эту дислокацию вот сюда перемещу в соседние положения, то это всего-навсего приведет к тому, что вот здесь вот чуть-чуть, значит, ну, вот этот с этим начнет связываться, да, то есть вот эта пара атомов перейдет вот в эту, это в эту и так далее, то есть перескок оси в направлении перпендикулярном самой этой оси, и кроме того, вот напомню, что вектор Бюргерса у нас здесь вот такой, да, в направлении вектора Бюргерса оказывается легким. Вот сюда перескочить гораздо сложнее. Почему? Потому что тогда мне придется всю эту вот плоскость продвинуть на одну, значит, чтобы каждый атом этой плоскости перескочил, так сказать, на одно положение. Да? Вот. И не следует думать, что можно сбоку взять, потому что сбоку взять это все равно значит не поможет, потому что тут надо по всей длине придется брать сбоку эти атомы. То есть это так или иначе сразу надо переместить, чтобы вот в эту сторону сдвинуть ось. Мне надо переместить очень большое количество атомов. А чтобы сюда сдвинуть ее, мне надо переместить только близлежащие там парочку, атомов. Причем сдвинуть совсем немножко буквально в пределах той же самой потенциальной ямы перераспределить. Таким образом можно сказать, что если у нас есть плоскость B B-tau значит Tau у нас в доску, B у нас вот сюда, то дислокация может двигаться в плоскости B-tau. Движение разрешено в плоскости B-tau. А поперек плоскости B-tau ничего не получится. Причем вот эта плоскость B-tau она хорошо определена в том случае, если B-n не равно нулю. Значит B-n не равно нулю, то вот это нетривиальное утверждение. Да? Тогда такая плоскость определена и значит движение дислокации возможно внутри этой плоскости. А если B-n равно нулю, то есть у нас винтовая дислокация, то вот винтовая дислокация может в любую сторону двигаться и ничего ей не помешает. перпендикулярно конечно своей оси, да? Вот. Ну ладно, так. таким образом значит у нас дислокация краевая может двигаться в плоскости B-TAU, а винтовая значит в любом направлении. если дислокации могут двигаться, то наверное они могут рождаться и уничтожаться. Ну как они могут рождаться значит? есть поверхность упругого тела например значит я взял воткнул сюда стамеску и край разреза у меня получился вот такой начинается и кончается на поверхности то есть с поверхности да значит ну как это можно сделать ну взять молоток значит стукнуть с размаху вот и значит получится вмятина вот край этой вмятины это как раз вот этот самый наш разрез ну значит АБ вот глубина вмятины это наше Б вот вмятина это не может не проходит сквозь все все вещество а где-то там вблизи поверхности как-то выравнивается ну вот значит получился край того места которое мы промяли значит это вот как раз дислокация да то есть когда рождается дислокация поверхность немножко деформируется как раз на вектор Б так после перерыва продолжим значит некоторые дислокации можно родить прямо в объеме значит не с поверхности а прямо внутри в виде кольца а некоторые кольцевые дислокации родить уничтожить нельзя зависит это от того связано ли вот это рождение уничтожения с законом сохранения вещества то есть в некоторых случаях значит если вещество не затронуто вот этим процессом значит стягивание кольца в точку или наоборот рождение то тогда все возможно а если нет то нет значит смотрите как это и почему это происходит значит пусть у нас снова имеется кусок вещества и мы попробовали его сдвинуть да вот разорвать с помощью сдвига верхнюю часть тянем сюда нижнюю часть тянем сюда ну так вот сдвиг такой осуществляем внутри этого упругого тела и предположим что в этом упругом теле где-то внутри почему-то слабое место и вот оно взяло разорвалось и там образовался такой блинчик на котором значит который разошелся вот как разрез да и верхний его край сдвинулся относительно нижнего но потом он там каким-то образом это запомнил и заклеился так то есть может получиться такое вот колечко сначала маленькое потом оно будет все больше расширяться потому что да начинается разрыв с точки в любом случае причем только таким образом вот по крайней мере на этой картинке я нарисовал таким образом что вектор b вектор бюргерса для всей вот такой кольцевой дислокации лежит в плоскости дислокации значит b в объеме кольцо когда b параллельно плоскости кольца да ну направление вектора определяется просто тем значит вот какой какой как я там направление обхода значит определил вот соответственно наверх или вниз в данном случае вот верхняя сторона этого разрыва у меня сместилась налево я вот так нарисовал бы вот а b перпендикулярной плоскости кольца я создать таким образом не смогу единственный вариант b перпендикулярной плоскости кольца это если я внутренний такой разрыв взял потом шприцом туда накачал вещество и оно у меня там застыло вот тогда получится а но это нетипичный случай и при ковке и при всяких таких просто обычных деформациях так не бывает потому что никто туда шприцом ничего не закачивает вот а почему потому что если у нас есть плоская кольцевая дислокация у которой б перпендикулярен плоскости это означает что это все равно что я туда внутрь вставил блин лишнего вещества да вот в разрыв вставил блин лишнего вещества толщиной б вот что такое плоская кольцевая дислокация с вектором б б это как раз смещение одного края относительно другого здесь разрез у нас вот такой плоский кольцевой и верхний край разреза смещен на б вверх это означает что там внутри лишнее вещество откуда оно там могло взяться вот если это спонтанное рождение то ниоткуда кроме как вот извне там телепортировать ну так же и исчезнуть такое кольцо тоже не может по той же самой причине потому что тут лишнее вещество значит теперь вот это вот кольцевая дислокация когда б перпендикулярно плоскости кольца значит она может двигаться тоже перпендикулярно плоскости кольца это единственный вариант то есть это везде краевая дислокация да б перпендикулярно тау везде и значит вот по этой по этому принципу у нас движение в должно быть в направлении б и тогда значит все хорошо в любом случае происходит в плоскости бтау значит вот такой такое кольцо устроено сложнее дело в том что на части своей длины это краевая дислокация вот на этой вот вот здесь это краевая а между ними это винтовая дислокация ну потому что б параллельно тау получается да то есть вот такая кольцевая дислокация она на части обхода является краевой а на части обхода является винтовой вот и вот такие кольца получается что они значит могут двигаться только в своей плоскости в той же плоскости в которой лежат ну и наконец значит ну вариант вот этого это просто значит то есть здесь б а здесь минус б то есть возможно рождение пары дислокации близких друг друг другу которые будут потом расходиться но это на самом деле сводится примерно вот к этому потому что они там как правило где-то замкнуты получается кольцо а нет прошу прощения кольцо не может получиться потому что у кольца всюду б а здесь значит б минус б так ладно теперь следующий вопрос вот причины расхождения и в какую сторону движется я пока ничего не говорил правильно вот это следующий этап рассмотрения значит каждая дислокация обладает какой-то потенциальной энергией да которая может получиться интегрированием по объему от величины сигма иката на у иката дв значит сигма иката у иката сигма иката это тензор напряжений упругих у иката это тензор деформаций значит все вместе это плотность упругой энергии значит если я проинтегрирую по всему объему то получится значит плотность энергии значит поскольку у нас уфи фи то и вот там был не 0 значит и написал я его кстати не совсем правильно потом опять придется что-то исправлять здесь вот должно быть R потому что здесь должно быть единица на R хотя бы даже для того чтобы было чтобы у нас размерность совпадала да вот значит уфи фи пар падает как единица на R поскольку у нас имеется закон Гука который связывает говорит о том что тензор напряжений пропорционален тензору деформации значит если деформации падают как единица на R то и тензор напряжений тоже падает как единица на R значит здесь единица на R здесь единица на R значит вместе единица на R квадрат и все благополучно конечная получается конечная потенциальная энергия у каждой дислокация то есть что это за потенциальная энергия это вот как раз потенциальная энергия внутренних напряжений которые на этой дислокации центрирована да то есть сама дислокация просто линия вот но характерна она тем что вокруг нее сконцентрированы вот эти вот деформации и напряжение если посчитать энергию этих деформации напряжений то получается получится какая-то конечная величина но я ее не буду писать пишу просто что это единица на r здесь тоже единицы на и значит на семинарах вы вычисляли даже чему конкретно равно равны деформации и напряжение можно подставить и найти эту дубль вы значит конкретное выражение особого для нас интереса не представляет важно что это величина положительная для каждой дислокации а теперь нужно понять как вот если мы говорим что дислокации могут двигаться туда то понятно что под действием диффузии они могут двигаться в случайных направлениях но также я намекал что есть аналогия между вихрями и дислокациями то есть дислокации могут взаимодействовать не только друг с другом но еще и с внешними полями напряжений которые идут ну там от граничных условий давайте сперва поймем как такая такое взаимодействие осуществляется между краевой дислокацией и деформации изгиба пусть у нас есть стержень и пусть этот стержень немножко здесь вот толщина д здесь толщина д которая побольше а потом этот стержень я попробую согнуть ну естественно что он сильнее согнется по центру и слабее по концам при этом возникнут напряжение смещение вещества будут вот такие где-то здесь имеется серединная линия как на которой деформации деформации нет вообще а теперь предположим что здесь была у нас дислокация вот с такой осью которая примерно оси изгиба на по направлению соответствует и вот с таким вектором b давайте вот я побольше чтобы вам было видно рисую в б такой а изгиб у меня вот таком положении до происходит значит что мы знаем про эту дислокацию что двигаться она может в плоскости b то у то есть она как раз тут в направлении бета и двигаться и может так кроме того такой вектор b мы уже рисовали получается от чего от того что мы вставили клин да то есть какой-то такой расклинивание такой да это означает что вещество вблизи этой дислокации хочет распрямиться да вот и чтобы распрямиться ему надо увеличить вот вот значит раздвинуть стойку так прошу прощения сейчас скажу значит если туда вставил лишнюю плоскость так то наоборот значит напряжение устроены таким образом что эта плоскость лишняя сжата правильно потому что она лишняя вот значит раз она сжата то в ситуации когда так значит я пытаюсь значит вот вот эти рассуждения делают для того чтобы понять как вот данная конкретная дислокация будет взаимодействовать вот с таким вот полем деформации до внешним полем деформации она взаимодействовать будет значит почему потому что значит представим себе что я вот такую дислокацию поместил очень тонкий слой что произойдет с этим тонким слоем значит он изогнется в эту сторону или в эту из-за этой дислокации значит наверное неправильно даже вопросу строю сейчас что-то я тут не до конца продумал картину мира ну ладно значит картина мира заключается в следующем что вот эта дислокация с таким вектором b будет втягиваться в этот излом изгиб да сила действующая на дислокацию будет ее сюда втягивать значит почему потому что вот этот вот сжатый клин если я помещу эту дислокацию в тонкий слой и изогну вниз как как и вот здесь да этот сжатый клин у меня расширится правильно значит уменьшится потенциальная энергия которая связана с этой дислокацией поэтому дислокации выгодно попасть в то место в котором максимальный изгиб а максимальный изгиб вот в тонком месте у нас да поэтому она будет втягиваться в то место где изгиб в ту сторону который для нее выгоден если бы бы было в обратную сторону она бы оттуда выталкивалась понятно да теперь значит это первый тезис если мы берем краевую дислокацию вот с таким вектором b то она втягивается вот в такой изгиб значит изгиб в противоположную сторону будет ее наоборот выталкивать теперь конечно не бывает такого чтобы в металле металлической балке была только одна единственная дислокация это должен быть какой-то уж очень чистый кристалл чтобы там была одна дислокация их там на самом деле много вот они там кругом замкнутые какие-то еще но факт такой что там перемешаны и b и минус b дислокации типа b и типа минус b значит условно говоря в равных пропорциях после того как я так согнул у меня концентрация дислокации с вектором b увеличилась потому что они туда начали притягиваться концентрация с минус b стала падать потому что они оттуда выталкиваются да нет вот значит в любом случае вот с этой стороны она будет втягиваться то есть дислокация вот f она не вся туда слева направо значит я сказал что втягивается туда где максимальный изгиб до где максимальное напряжение вот такое вот то есть тот же самый б вот здесь вот был бы такой а втягивался он туда направо вот а минус b наоборот оттуда выталкиваются значит скорость движения да нет вот смотрите вот значит вот это дислокация понизит свою потенциальную энергию если попадет в точку максимального изгиба вниз да вот так ну изгиба вот так когда радиус кривизны снизу вот значит ей выгодно попадать в точку максимального изгиба правильно из там ниже потенциальная энергия значит она туда должна сваливаться значит вот так как я нарисовал по краям толще здесь потоньше да значит максимальный изгиб у нас будет вот здесь ну вот они туда будет скоп сваливаться и сюда и вот сюда правильно а ну вот минус b будет вот так да и минус b отсюда будет выталкиваться а с другой стороны минус b вот такое тоже будет выталкиваться потому что вот b втягивается f то для на b что нет б б не меняет вот она вот б вот сюда сюда а минус b обязательно право b налево минус б направо никто не меняет значит если бы я написал формулу было бы еще непонятней поэтому я попытаюсь что тут значит вот в направлении движения этой самой дислокации определяется склоном потенциальной энергии минимум потенциальной энергии у дислокации находится вот здесь в центре да при этом значит знак и б или минус b имеет отношение к направлению изгиба вот если я вниз изгибаю то сюда бы втягивается а если вверх буду изгибать то минус b будет втягиваться понятно вот вот да 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 максимально напряжение удобнее туда попасть а не уехать только только направление изгиба играет роль а не сжатие или растяжение потому что значит вот сжатие и растяжение всей вот этой картины абсолютно не 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 повлияет на нее то есть она поскольку вот это только от фи зависит да вот то есть если я вот так вот ее все целиком сжал однородно то ее не не направо не налево не потащила потому что нет не выделенного направления да а вот если я здесь сильно сжал а вот здесь сжал совсем слабо да вот тут ты появилась выделенное направление вверх да а вверх и вниз они ехать не могут вообще потому вот под под тем причинам поэтому они втягиваются значит в место куда так сказать могут так да значит при этом вот смотрите я говорил куда могут двигаться да сила которая их тянет но есть это еще не дает скорости да чтобы получилась скорость нужно еще подвижность да то есть вот есть какое-то сопротивление протаскивание этой дислокации сквозь вещество значит эта подвижность она очевидно связана с температурой и диффузией которые как я говорил совершенно необходимо да чтобы вот все-таки у нас был какой-то запас тепловой энергии чтобы перескакивала эта наша дислокация между кристаллографическими плоскостями да вот то есть чем горячей тем быстрее там все пойдет при той же самой силе ну если значит это означает что что вот если я так взял балку ее согнул потом в этом месте скажем подогрел чтобы там диффузия побыстрее пошла у меня здесь накопится много вот таких вот дислокаций типа b значит дислокации типа минус b тут наоборот уйдут и результатом будет то что эта балка запомнит вот эту самую свою деформацию то есть когда я отпущу она не вернется в это состояние то есть что нет вы просто я если я вот у меня здесь много дислокации типа b это означает что все равно что я в эту балку вставил клин правильно получится что она запомнит вот этот вот изгиб вниз значит то есть мы от упругости попали к пластичности упругость это значит упругое тело это то тело которое помнит свое начальное состояние значит пластичное тело это тело которое вот я как-то его согнула но так и осталось в том состоянии значит здесь получилось вот что что значит деформация плюс какое-то время которое у меня должно затратиться на то чтобы передвинулись все эти дислокации может привести к тому что значит тело запомнит новое положение это означает что если я очень быстро сгибаю да то у меня все упруго значит согнул разогнул все вернулось в исходное положение а если я взял согнул и и и и подержал то значит может и остаться по крайней мере часть исходной деформации может система запомнить и не вернуться туда где была значит это взаимодействие дислокации с внешним полем напряжений может быть взаимодействие дислокации друг с другом потому понятно почему потому что если у нас есть две соседние дислокации то каждая из них создает поле напряжений в том месте где находится другая значит оказывается что вот эти вот дислокации типа краевые дислокации с одинаковым вектором b притягиваются друг к другу что ну вот смотрите вот вот это вот та у нас в доску вот этот вот вектор который сверху нарисован это направление силы а b у нас вот здесь вот он одинаковый b потому что он хочет этот самый стержень изогнуть в ту же сторону что здесь что здесь он все равно хочет его вот так изогнуть а не вверх усами ну вот я вот здесь вот говорил вот что дело не в да так сейчас значит вспомню на чем я остановился а взаимодействие дислокации да вот изогнутые вот это мое место здесь много дислокации типа b ну таких хаотично расположенных значит если я долго держу и жду они притягиваются друг другу и результат будет такой что они начнут выстраиваться они же не могут так сказать двигаться по радиусу да то есть поперек они могут двигаться только вдоль этой балки в результате они начнут группироваться вот в такие вот цепочки перпендикулярные границам потому что это соответствует их максимальному сближению друг с другом значит опять же если посмотреть как будет выглядеть в результате деформация поверхности то окажется что изначально гладкого гладкого и такой примерно кругового круговой поверхности получится поверхность изломанная вот здесь вот как раз вот эти вот изломы будут соответствовать цепочкам краевых дислокаций как я уже говорил ну и в конце концов это означает что будет образовываться трещина то есть если дойти до вот такое вот состояние то значит слияние краевых дислокаций приведет к образованию дислокации поверхностной то есть вот здесь поверхностные дислокации которые вот могут превратиться в трещины значит чтобы избежать вот такой вот пластичности вещества используется ковка и закаливание значит издавна да мячи ковали и закаливали значит почему значит это предотвращает такую пластичность потому что если вот вот эти вот движения которые приводят к деформации пластической они возможны только в том случае если эти все дислокации параллельно друг другу да и не мешают движению друг друга условно говоря если же они по каким-то косыми углами там и значит перепутаны то тогда они мешают друг другу и запутываются как войлок вот значит если ковать вещество то как раз создаем большое количество каких-то произвольных дислокаций внутри этого вещества вот после чего охлаждаем и замораживаем вот эти все всю совокупность внутренних напряжений и дислокаций в виде там внутри вот этого металла большое значит количество перепутанных дислокаций но из-за того что они перепутаны они вот так вот дрейфовать себе спокойно не могут значит в результате вещество оказывается теряет пластичность и становится упругим до гораздо больших внешних напряжений то есть можно согнуть до большего угла там держать его долго все равно он разогнется получится вот как бы пружинный эффект да но при этом все таки дислокаций там внутри много да приковки сделали это означает это означает что там фактически много разрывов да и большая большая внутренняя энергия у этого вещества ну соответственно при большой деформации такое вещество может сломаться вот значит ну то есть оно становится более хрупким менее пластичным в результате накопления дислокаций внутри ну вот на этом собственно содержательная часть лекции можно считать закончилась про дислокации но единственный вывод можно сделать такой что нелинейные эффекты в тюре упругости сводятся к тому что появляются эффекты памяти то есть вот в упругом теле единственное состояние которое вещество помнило это то состояние с которым оно родилось и в которое хотела вернуть хочет все время вернуться да вот это вот самое р ноль по которому там надо было интегрировать соответствовало начальному так сказать не деформированному состоянию вот если же мы приходим вот к представлению о дислокациях о том что они там могут двигаться то получается что вещество запоминает историю того что с ним делали вот ковали там закаливали нагревали и деформировали